Вы позвонили в МЧС. Одевайтесь быстренько на улицу, выходим. Журная служба МЧС, чем вам помочь? Доброй ночи. Добрый. Ангарская 4,1, пожар в общежитии. Я дома Ангарская 4, корпус 1. Правильно, короче. Подъезжаем по внешним признакам открытое горение на балконе седьмого этажа. Я поднялась на седьмой этаж. Был дым. Силуэт еще можно было различить людей, дым еще был не густой. Понять, где было возгорание, в какой комнате, тоже непонятно. На тот момент я готова была пройти дым и в огонь. Потом, естественно, у меня истерика началась. В этот момент, когда я поднялась, здесь уже были люди, вышли с этажа, которые, и у меня был с собой фонарик, мы стали светить, потому что было большое задавление, чтобы люди могли эвакуироваться с этажа, они на фонарь выходили. Потом сразу я вижу, что мальчишки схватили шланг, начали тушить, это все действие уже происходило, поэтому у меня была только одна цель – эвакуировать людей из общежития. Я дала команду своему вахтеру, мы с ней побежали, она побежала вверх, я вниз, и мы стали эвакуировать людей из общежития. Мне позвонила заведующая общежития и сказала, что начался пожар на седьмом этаже. Когда я прибежал, меня встретил здесь пожарник, работник МЧС, и попросил показать, где отключить напряжение в этом блоке, который загорелся. Я побежал в щитовую, открыл щитовую, автомат был выбит уже на данный момент, но пожарник сказал обесточить полностью этаж, я обесточил весь этаж. Когда мы исследовали проводку, это уже было на следующий день, то проводка была полностью исправна. Я, как предполагаю, скорее всего, был включен только холодильник. Сработала сигнализация пожарная, покиньте там помещение, вот это вот. Как бы она часто срабатывала, просто проверяли, ну знаете, никто так толком внимания не обратил. У меня возле комнаты это дымоудаление стоит, и получается она открылась, но на хлопок был. Мать открыла дверь, и я гляжу уже, вот поверху дым был. Ну и все, оделся, выбежал, набрал воды в ведро. То есть ведро воды вылил туда, потом еще побежал за вторым. Со вторым ведром у меня уже пробежал, уже дым осел как бы вниз. Ну то есть я еще вылил его, уже дышать было нечем, и сам побежал сюда на пожарную лестницу. И потом я уже увидел соседку, она вышла, за стенку держалась, то есть она сама шла. Я еще подбежал за нее, взял за руку и вывел сюда тоже, там пожарную лестницу. Я вывожу женщину из соседней комнаты скорой помощи, она нужна в помощи. Седьмого этажа из комнаты сидят, я вывожу женщину к скорой помощи, как понял, у меня прием. Волния на премии. Так, я делаю имущество в комнате, я перехватил на 10 градусов. Пожарные приехали где-то 4-5 минут после вызова. Конечно, службе МЧС мы благодарны, они приехали очень быстро. Просто, ну, даже я эвакуировала, когда людей бежало по этажам, я слышала, что уже спасатели приехали. И в этот момент было, конечно, уже страх начал сходить этот, испух этот, потому что люди уже приехали в МЧС, и ты понимаешь, что уже все, все будет хорошо. Тут дело в том, что, как обычно, заставлено все машинами, да, что тут не подъехать, там, туда-сюда. Ну, так все сделали, ну, красиво, молодцы. Мы очень благодарны ребятам за их быструю реакцию, и их труд вообще, это, конечно, дорогого стоит. Было бы много жертв, если бы не ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!